Круги на колене, глаза прикрыты. Примерните плечи вверх-назад и вниз, и макушкой тянемся вверх в потолок. Прям чувствуем, как будто нас кто-то за макушкой тянет вверх. Макушка. Сейчас я нахожу в руку. Вот в этой части. Ага, да, да, да. И стараемся избежать излишнего прогиба в пояснице и в сутуне. То есть у нас макушка над тазом. Открываем глаза, внимание в тело. Просто слушайте мои отстройки, чаще всего даже глаза мне не открывать. И макушка тянется вверх в потолок. Еще раз проверните плечи вверх-назад-вниз. И сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдохи через нос. На выдохе через рот. Глубокий вдох через нос. И выдох через рот. Сбрасываем все напряжение, внимание на дыхание. И вниманием провожаем каждый вдох и каждый выдох. И сейчас внимание наскользит по позвоночнику. На вдохе у нас внимание идет от копчика вверх, в макушке. И с выдохом внимание опускается вниз. Все вдохи через нос, а выдохи через рот. И обратите внимание в тело, не зажали ли что-то, не сухолкотилизуя его. Макушка тянется вверх в потолок, продолжает. И улыбнитесь себе, с вами сел. И чувствуйте, как тело давит на пол. Чувствуйте, как пол давит на тело. Сейчас не надолго. Я отправлю глаза. Руку расплакаем таким образом. И середину пальцем прикрываем к правому настрелу. Прикрываем так, чтобы у нас через правый настрел не шел рот. И сейчас продолжим в том же темпе дышать. Сниманием на дыхание. Но все вдохи и выдохи ведут через левый настрел. Руку левую оставляем на конечке. Стараемся не сжимать подмышку. То есть сильно низко, не опуская локоть немножко от себя. И следим за спиной. То есть если вдруг затекают ноги, может быть за плёст. Но стараемся, чтобы спина была прямая. Чтобы у нас здесь ничего не прижималось. Левую руку на колено. Правую руку открываем. Правую настрелу. И спокойно выдохи. Только вдохи и выдохи. Только через левую настрелу. Здесь можно перейти на отдыхание у джая. Это такое шикающее дыхание, как у Дарта Вейлера. Оно получается при помощи того, что у нас голосовая щель сужена, как в руководном жопоте. Есть вот такие вопросы. И мы вот с этой суженной голосовой щели начинаем вдыхать. И получается примерно так разумно. Такое сопение. То есть примерно где-то вам слышно и соседу вам. Справа и слева. Закрываем глаза. Если пока что тяжело с этим дыханием, то просто спокойный вдох и спокойный выдох. Только через левую настрелу. Продолжаем. И сейчас стараемся увеличивать выдох. Например, если вдох у вас на 4 счета, то выдох делаем на 6 или на 8 счетов. Продолжаем дышать. И внимание, скользим также по позвоночке, подковочкой, ногой, вверх, в макушке. И с вывергом от макушки и низкого позвоночника. И еще несколько цифровых дыхания. И еще несколько цифровых дыхания. И сейчас сделаем глубокий вдох через левую настрелу. И останавливаемся в задержке. Правую руку опускаем. И насколько получится, доводим задержку до легкого дискомфорта. На вдохе. И внимания в тело. Но до судорожного выдоха не доходим. Я потребуется выдох спокойного прицелу. Мело не стоит спокойно долго и выжим. И в общем. И можно не открывая глаз. Теперь мы прикрываем левую настрелу. Средний край. Все вдохи и выдохи только через правую настрелу. И внимания. Также мы идем к позвоночнику. На вдохе. От хлопчика снизу вверх. И на выдохе от макушки вниз. Спокойный вдохи и спокойно в выдохе. Также пробуем подключить дыхание макушай. И удлиняем наши выдохи. Полтора или два раза. Вдохи и спокойно в выдохе. Макушки продолжаем тянуться вверх. Вдохи и спокойно вверх. Продолжаем. fort gemacht. Вдохи и спокойно вверх. Вдохи и спокойно вверх. Выполагаем в упор. А до protection. Вдохи и спокойно вверх. От tease погоняем. Вверх. Вверхи и sperm. ето Janel. Вверх. Хочете yell . Sounds. Что смысл." Вос prepared you . Вверх. С dadraga. Вверх. Делаем глубокий уголок через правую носку. Опускаем левую руку. И останавливаемся в задержке. На вдохе. Внимание в тело. Допадем далеку и дискомфорту. И прежде чем выдохнуть, можно сделать легкий довдох. Потом спокойно, никуда не спеша выдохаем. Остаем с вниманием в теле. Сейчас сделаем несколько циклов задержки. Сначала мы будем делать задержку на вдохе. То есть мы делаем глубокий вдох, после чего останавливаемся. И остаемся в задержке где-то на 8-10 счетов. Тут у каждого свой темп будет. Потом спокойно выдыхаем. Тоже в своем темпе. Стараясь уменьшать выдох. И после этого, уже на выдохе, также на 8-10 счетов, остаемся в задержке. Потом спокойно вдыхаем. Опять задержка. И сделаем таких несколько циклов. Оставляем руки на коленях. Глаза прикрыты. Спина прямая. Макушка тянется вверх к потолок. То есть стараемся не сутуливаться. Не прогибаться излишне. И делаем спокойный вдох через обе ноздри. И чувствуем, как у нас расширяется грудная клетка на вдохе. И сейчас воздух опускаем в живот. Живот расслабленный, такой натутый. И у нас задержка. Остаемся здесь. Если в трех силах, начинаем потихонечку выдыхать, никуда не спеша. И задержка на выдохе. Может такая легкая дрожь поделать. И если требуется, то спокойно вдыхаем. Все вместе. Полные груды. И воздух опускаем в живот. Живот напитый, как шарик. И задержка дыхания. Внимание в теле. Спокойно выдыхаем. И задержка. На выдохе часто более дискомфортно, но при этом в теле более интересное ощущение. Может быть, это вибрация. и делаем спокойный вдох, медленный сладкий, вдыхаем в полной грудью, воздух опускаем в живот, живот на тут и как шарик, и здесь задержка, дыхаем, спокойно выдыхаем, сейчас самая долгая задержка будет, воздух весь, 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 выдыхаем из легких, можно даже немного втянуть живот, и внимание в тело, задержка дыхания на выдохе, здесь прям до такого, до среднего дискомфорта подбородок слегка подделить, сейчас у каждого, каждый вернется в своем темпе, когда потребуется вдохнуть, спокойно вдыхаем, до судороги тоже не до боли, и оставляем руки на коленях, глаза прикрываем, внимание в тело, и кто возвращается, начинаем круговые правообразы шеи, сначала в одну сторону, в любом, чувствуем вытяжение, с разной поверхности, на разной поверхности шеи, слева, справа, если чувствуем, что где-то очень сильное у нас вытяжение, то мы эти места проходим медленнее, можно прожить вперед, назад, снимаем, максимально глубокую амплитуду, стараемся никуда не спешить, снимаем шейную матерь, и в другую сторону, давайте в другую сторону, и в руке тянем на себя, как будто мы стены расталкиваем. Пальчики растопырены, чувствуем напряжение в запястьях. Можете либо в шапку, в шапку непорядку лучше. Сядьте. Будет поудобнее. Потом, может быть, вам захочутся публики пошили на нож. И руками начинаем расталкивать стены и пальчики прям натягиваем на себя, руки прямые. И сейчас начинаем уводить сильные пальцы от себя, даже немного вот их подсгибаем, то есть они настолько сильно идут вперед, то есть как будто коготочки такие идут вниз. И сильные руки растопыриваем, пальчики тянем назад. И сжимаем как будто коготочки идут вниз. Запястья должны прям пустовать в этом положении. Такая легкая дрожь появляется в своем темпе. Прямо вниз у нас такие ангелы. Прямо вниз у нас такие ангелы. Угу. И сейчас руки переводим назад за спину. Руки хватаем в замочек. Проворачиваем замок через большие пальцы. Вот такой, то есть у меня обычно, как мы приводим, через большие пальцы. И начинаем корпус уводить вперед, стараясь живот опустить на пол. Здесь у каждого своя глубина. Мы чувствуем, что все у нас начинает отрываться в таз и глубже мы уйти не можем. Отпускаем замочек и переводим руки вперед. И начинаем руками полоски вперед. Правой рукой, левой рукой. И уходить здесь чуть глубже. Но при этом просто не отрываем. Все. Аниме постоянным движением тянемся вперед. И больше акцент на живот. То есть мы больше животом тянемся внешне грузом. Тянем. Спокойно дышим. Вперед. Проползите. Еще право. Вдыхаем. Садим задыхание. Поднимаемся. И руки уводим назад. В тазу. В пальчики направлены в тазу. Отталкиваемся. И уходим здесь в прогиб. Стараясь ноги увести до перпендикуляра сплова. Если шея болит, то подбородок тянем в груди. Ну, в принципе, это соблюдаем другим прогибом, который у нас будет. Если шея болит, то подбородок тянем в груди. Если все остальное, то запрокидываем в голову. В тазу. Взрыв. Вгоним. Взрыв. 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 Руки отпускаем, руки тянем вперед. И начинаем выпрямлять ноги и опускать корпус чуть ниже. И со вдохом приподнимаемся. Пробуем. И с выдохом опускаемся. Ноги стараемся на полнее опускать. Вдох. У каждого свой темп. И выдох. Спокойный вдох. И спокойный выдох. Мы сейчас выделяем мышцы пресса, пора, чтобы в дальнейшем для выполнения остальных других фасов над головой крепкий пор. И разобреваем все мышцы. И в нижнем положении останавливаемся ноги. Оставляем в воздухе на 20-30 см от пола. Лукально тянемся. И держимся. Спокойно дышим. Дышим, дышим, дышим. Еще и снова. И приподнимаемся. Руки вытягиваем вперед. И здесь зафиксируемся. Тоже держим. Всегда помогаясь легко улыбаться. Это разряжает лицо, потому что мы обычно все напряжение в лицо. И охватываем себя за ноги. И можно остаться в этом положении, если здесь уже тяжело. Либо там можно загонить под коленками. Схватить. Ну так. Вам правда тяжело. Либо здесь. В каждом своем положении. И кто-то остается здесь, у кого здесь идет работа. Кто идет дальше? Мы левой рукой перехватываем обе стопы. Тут в принципе надо так хорошо держать. А правую руку уходим в сторону и уходим в струк. Правая рука тянется назад. Взгляд направлен по вверх правой вытянутой руке. И у кого получается, левую руку отпускаем. А ты пробуй руки отпускать. Возвращаемся. Перехватываемся правой рукой. И левую руку уводим назад. Попробуй отпускать. Я думаю, что ты забросил. Да, уже. Слушай, все. Возвращаемся в центр. Выпрямляем ноги. Пробуем, пробуем упрямлять. Может быть, мы подсомнем. Нормально здесь еще трясаем. Пробуем. И оба степени. Теперь переходим на живот. Ладимся. Луками отталкиваемся. И ребрами платаемся за подок. И отталкиваемся руками от полица. И несколько поворотов. Смотрим на правую пятку. Потом на левую пятку. Руки приятные подсомнены. Убираем это движение. И немного опускаемся. Руки поднимаем. В руках такой немного острый угол. И сводим лопатки. И сейчас, либо кто-то у нас, кто-то остается здесь наверху и ноги оставляет на полу. Кто идет дальше? Отрываем ноги от пола и зависаем в этом положении. Взгляд направлен вниз в пол, шея, голова, продолжение позвоночника. Стараемся заднюю поверхность шеи не зажимать. И здесь спокойно дышим, в спокойном вдохе и спокойном выдохе. И на каждом выдохе мы приподнимаем чуть-чуть выше, в спокойном вдохе через нос. И выдох через рот, приподнимаемся выше. И еще один вдох. И выдох, приподнимаемся выше. И ладонь на ладонь, лоб на ладонь, отдыхаем. Там несколько здесь вдохов, выдохов. И приподнимаемся. Руки переводим вперед, ладошки смотрят друг на друга. Ноги от пола. И сейчас опускаем, точнее приподнимаем вверх левую руку и правую ногу. Опускаем левую руку, правую ногу. Принимаем правую руку и левую ногу. И в своем темпе начинаем перемещать руки и ноги. Взгляд также на правый пол. У нас сильный треск. И ровное, спокойное дыхание. И в верхнем положении останавливаемся, убираем все движения. Руки и ноги тянутся вверх, потолок. Делаем спокойный вдох. Полный выдох и приподнимаемся выше. И ладонь на ладонь, лоб на ладонь, отдыхаем. Чувствуем у нас теплые поясницы. Теплый рез. И поднимаемся руками, отталкиваемся от пола. И переходим в положение кошки. В стройке кошки руки у нас строго подключаем. Указательные пальцы параллельно друг к другу. Ноги перпендикулярны к полу. Вмена на шерене газа. То есть, стараемся колени сильно близки к своим. И широко тоже. И стопы убираются в пол. И в этом положении у нас справа рука идёт вперёд, а левая нога назад. Отстраиваем это положение. Кто-то остаётся здесь, кому здесь уже ярко и хорошо. Взгляд направлен вниз в пол. Кто идёт дальше? У нас локоть и колено встречаются под колесом. Здесь вдох. И с выдохом спрямляю руки. Спокойный вдох. Внимание в тело. Можно попробовать прикрыть глаза и добавить ещё работу с балансом. Подхватываем её правой рукой. И стараемся носочек тянуть от себя. Попотаемся за голень с внешней стороны. Пробую, по крайней мере. И носочек стараемся тянуть от себя. Как будто бы на руку идти поставить. Такое направление. Пробую. И тягиваем с чувством затяжения в спине. И выпрямляем руку ногу. Правый ногу на пол, левый ногу на пол. И поверните плеч. Вверх-назад, вниз. Здесь прогиб. Макошка тянется назад. Колпчик. И стуккуриваемся. Лок тянется. Лок, 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 лок. Как будто у нас кто-то за позвоночник. Вверх тянет. Того. И прогиб. Макошка тянется колпчиком. И сутруемся. И прогиб у нас вдох. И выдох сутруем мы. В своем темпе. На каждый вдох. И на каждый взрыв. И останавливаемся в нейтральном положении. Левая рука идет вверх, вперед, а правая нога назад. На стройке кошки, как если бы у нас руки и ноги стояли на полу. И на слоге. И правое колено начинает плечаться под корпусом. Спокойной вдохи. Спокойной вымехи. Свой темп за дыханием. Никуда не спешим, ни за кем не боремся. Работа с собой. Обязательно дышим. Чем больше мы следим за дыханием, тем больше, тем лучше у нас практика. И вытягиваем руку и ногу вперед. И возгибаем правую ногу в парень. И подхватываем их с внутренней стороны за стопой. И носочки тянем его в себя. И мы пробуем. Взгляд направлен в плот. Дышим. Выпрямляем руку и ногу. Опускаем левую ногу. Правую руку. Буквально низ. В совершенном движении проверните печь. Вверх, назад, вниз. Здесь прогиб. И сутулимся. Злая, поздно. Свои антреты. На каждый вдох. И на каждый выдох. Убираем все движения. В ногами упираемся в пол. Отсюда сейчас будем уходить в собаку мордой вниз. На всякий случай проговаривать стройки. Когда мы отталкиваемся из кошки в собаку мордой вниз. Сначала мы отрываем колени и прижимаем живот бедра. Главное, чтобы у нас была прямая спина. Одна прямая линия. Если спина у нас начинает сутулиться, мы в этом положении отстаемся. Если спина отнимается, начинаем чуть-чуть ужгрублять ноги в колени. То есть наша задача именно собаке мордой вниз держать прямую спину. А локомчик тянем вверх к потолку. Пробуем. Отталкиваемся. Уходим в собаку мордой вниз. Провисаем к плечам. Здесь такое движение. По сомнению, ноги в колени. И животом прижмись. У тебя есть какое-то изгребление, да? Ну, не может быть. Ну, в общем, поправим. Но старайся больше сгибать ноги и больше работать со спиной, нежели с прямыми ногами. Здесь все хорошо. Хорошо. Шею расслабляем. Шею расслабленная. Полова, позвоночник. Здесь делаем несколько спокойных двух выдохов. Просгибаете-просгибаете ноги, колени вправо, нога левая, нога вверх. Спокойно пишем. Первая собака, ее нужно строить, чтобы тело запомнило. И отсюда подпрыгиваем, либо подшагиваем ногами в руках. И аккуратно, с круглой спиной, и поднимаемся. Руки переводим. Намасте перед грудью. Ноги плотно прижаты. Полки, ягодицы подшаты. И немножечко подверните таз вперед. То есть, главное, плотные ягодицы и плотный крест. Руки в намасте. И здесь на вдохе выходим в прогиб. То есть, если позвоночник болит, то подбородок теряем будет. С выдохом возвращаемся. Вдох, прогиб. И с выдохом возвращаемся. Руками упираемся у бедра. Ближе к повздошным косточкам, ближе к сгибу. И пытаемся руки выпрямить под корпусом. И тем самым мы удлиняем наш позвоночник, увеличиваем межпозвонковое пространство. Если руки под корпусом не выпрямляют, то мы немного приподнимаем спину. То есть, такой как легкий прогиб даже создаем. Поясница. Тягиваемся и вес в начало стоп. Шея, голова, продолжение позвоночника. Мы тягиваемся. Правильно чувствуем, что у нас, за счет того, что мы отталкиваемся руками от ног, у нас позвоночник, а в позвоночнике нет напряжения. Он растянут и расслаблен. Убираем это движение. И расслабились по виске вниз в пол. Вес продолжаем приводить сначала стоп. И руки либо с двух сторон от стоп, либо хватаемся руками за голени с внешней стороны. Голени, колени, бедра, укрот. Куда дотягиваются руки. И, сгибая руки в локтях, начинаем выжимать корпус и движим ногами. Мокушек тянется вниз. Вес в начало стоп. Шея расслабленно свисает. И тоже в этом положении больше у нас живот идет в бедрах, ежели грудь. То есть, мы стараемся следить за этим такой ложным прогибом. То есть, мы в голове думаем о том, что как будто у нас прогиб с ними нет. Вытягиваемся. Чувствуем вытяжение задней поверхности ног. Но, если она очень сильно тягивается, можно чуть-чуть подсогнуть ноги в коленях. Работаем здесь и с ногами, и с спиной. Разгибаем немного ноги в коленях. Руками упираемся в пол. Разгибаем ноги. Усаживаем таз на пятышки. Коленки тянутся вверх, в потолок. И к груди мы прижимаемся к бедрам. Стараемся здесь выпрямить спину. Макушка тянется вверх. Хорошо. Здесь спокойно дышим. Открываем глаза. И приподнимаемся. Уходим в прогиб. В прогиб на ногу. Расслабляемся. Свисаем. До нас. Чувствуем вытяжение сзади поверхности спины. Начинаем сгибать ноги в коленях. И уходим в положение стула. Положение уткатасана. У нас бедра перпендикулярны к полу. Руки тянутся вверх, в потолок. Спина одна прямая линия. Насточку немного вовнутрь. Пятошки наружу. И стараемся как можно глубже опустить таз. Держимся здесь. Дышим. Кому здесь хватает ощущений, остается здесь. Кто хочет добавить. И принимаемся на носочки. И продолжаем натягиваться. Держимся. Спокойно дышим. И опускаем пятки. И уходим в наклон. Дамасана. Чувствуем вытяжение с задней поверхности бедра. Вытягиваемся. И руками упираемся в пол. И сейчас отсюда либо отжариваем, либо отпрыгнем в планку, либо в четурангу. Четурангу. Давайте в планку. Всем пока. А кто знает, что такое четурангу, кто-то в четурангу. Четуранга. И положение такое вот у нас. Здесь прямой угол будет в плечах. Но для первого раза не стоит. Держимся здесь. И здесь ягодицы поджаты. Прямо ягодицами, которые мы 5 рублей держим. И пресс плотный поджаток. Держимся здесь. Хорошо. Отсюда проворачиваем плечи вверх назад, вниз, собака, мордя вверх, макушку дянемся назад, пробчиком проверните плечи. Лобковый косточек отрывается от пол. Ноги тыльной стороной в пол. У нас 4 опоры. Руки и ноги. Колени, бедра отрываются от пола. Робка. И ногами упираемся в пол. Откатывайся обратно, мордой вниз. Провязаем плечах. Шея, голова расслабленно. Голова свисает вниз. И главное, это стараемся выстремить спину. Колени уже в последнем очереди. И шагаем левой ногой вперед. Правое колено на пол. Выпад. Сидим за левым коленом. У нас угол 90 градусов, либо чуть тупее, чем 90 градусов. Острых углов не допускаем. Это боль в колене потом в дальнейшем. Можно колени так травмировать. И смотрим колено у нас на спяточки. И смотрим в одну сторону с большим пальцем левой ноги. Правое колено на пол. Руками тянемся вверх. Полом. И здесь у нас легкий прогиб. Можно идти на мосты и большой пальчик накрывает ногой. Мы тягиваемся. Закрываем глаза. И уходим здесь чуть-чуть глубже. Спокойные вдохи, спокойные выдохи. Наша задача здесь углубиться. Если положение не очень удобно, можно руку положить на поляна. Можно увеличить состояние между ног. То есть если ноги на одной другой линии стоят, чаще всего ровно лист теряется. Вытягиваемся. И руками опускаем все в пол. Выпрямляем левую ногу в колени. Носочек тянем на себя. Половинка треугольника. И левая нога вправо, лево от себя. И при этом стараемся таз закрыть. То есть у нас положение косточки параллельно передним средств ковра. Выбираем все движения. Руками упираясь либо в пол, либо можно опереться о ногу. Уходим, брюки прогиб. И животом начинаем тянуть вперед левую ногу. Спокойно отрищем. Одним постоянным движением. Вытягиваем. Если чувствуем, что у нас первый раз гиб в колени, вы можете немного подсорвать и поджать коленку посильнее. Лучше колени подстраховать. Лишние ноги. И сгибаем левую ногу. Руки с двух сторон. Вот левая нога. Правая нога упирается в пол. Правая нога упирается в пол. И сейчас будем отсюда уходить в собаку морды вниз. Кому из собаки морды вниз хватает ощущений, то в обычную собаку морды вниз уходим. Начинаем отталкиваться от пола. У нас получается три опоры. Руки и правая нога. А левая нога идет вверх в потолок. Провисаем в плечах. Натягиваемся. И левую ногу сгибаем в колени и начнем раскрывать левый забеданный. Провисаем в плечах также. И поставим собаку морды вниз. Спокойно дышим. Возвращаемся в собаку морды вниз. Левая нога сгибается на весу. Подсгибаем правую ногу. Правая нога опускается на колено. Левая нога остается на весу. Отсюда грудь подбородок. Опускаем на пол. 8-7 тела на пол, но у нас получается без ног 6. И локти прижимаем к груди. И локти отрываются от пола. Вверх. Ага, да, да, хорошо. Отсюда отталкиваемся, уходим в пол. Руки подсогнуты. Правая нога у нас на полу. Левая нога на весу. Ага, пробуем. И проворачиваем плечи. Уходим назад. Прогиб. Руки и коври как будто немножечко на себя тянем, как будто мы выплоски хотели. Таз здесь опускается назад. Можно. Да. И ногой упираемся в пол. Откатываем собаку мордой вниз. Проверяем. Проверяем. Собаке смотрим вниз. Здесь нескольких спокойных удобных вывы. И правую ногу переводим вперед. Зубок. Левая нога. Левая колена на полу. Проверяем здесь. Руки вытягиваем вверх. И руки либо смотрят в ладошки друг на друга, либо на правом колене, либо в намасте. И большим пальчиком выкрываем одну одну из больших пальчиков. Вытягиваемся. Спокойно дышим. Можно прикрыть глаза. Внимание в тело. Следим за правым коленом, чтобы не было острых углов. Руки опускаем в пол. В правую ногу в лед. Насочи правоноги. Лям на себя. Закрываем тазобедрами. И левая колена. Правая нога. Левая. Правая от себя. Могут быть какие-то пропросы. Снимаем. Убираем все движения. Руки с двух сторон. От правой стопы. Либо на правой ноге. И начинаем с животом потихонечку тянуться вперед. К правому бедру. И создаем легкий прогиб. Даже если прогиба как такового нет, мы посылаем намерение, что у нас здесь больше не тянется животом вперед, нежели грудью. Следим за этим. Постоянное движение. И сгибаем ноги в коленях. Руки с двух сторон. От правой стопы. Сейчас будем в отель. Выходить в забавную ногу вниз. Оттуда в 8 частей тела на полу. И оттуда в полу. Руки убираем. Левая нога украсть в пол. Отсюда отталкиваемся. Уходим собаку назад вниз. А в правую ногу вверх и полу. А здесь надолго провисли. Кто-то стоит собаку назад вниз. Сгибаем правую ногу. Раскрываем правую тазобедренную. Но руки и ноги у нас в том же положении, в котором были такие же, как при обычной собаке. Возвращаем. Закрываем таз. Правая нога в линице вверх. Потолок. Провисаем. И левое колено опускаем на пол. И правая нога остается на весу. Руки. Сейчас давайте прям все вместе. Руки под плечами. Локти сейчас будут сгибаться в сторону корпуса. То есть мы в сторону локтя не растопырём. И начинаем потихонечку грудь опускать в пол. А правая нога тянется вверх в потолок. Ага. Локтями прям прижимаемся. Ксюш, тоже как у меня. Как получается? Ага. И руками можно сейчас левой ногой. Выпрямить колено левое. Ага. Отсюда мы глазами в пол. Проверните плечи. Вверх назад вниз. Правая нога на весу. Спокойно дышим. Откатываемся с собой. Вмотра вниз. Правая нога наверху. И опускаем правую ногу. Проления опускаем на пол. Таз опускаем на пятки. Между коленей 2-3 полочка. И уходим вперед. Влажный отдых. Шишанкасана. Прям корпус проваливается мимо ног. Мимо коленей. Колени пошире. Носочки поуже. И расслабляемся. Спокойные вдохи. Спокойные выдохи. И руки ставим пошире. Подверг на ширине бобра. И чуть-чуть поближе к себе. И отсюда начинаем. Сейчас будем уходить по кошку. Но кошку таким образом, что кошка подзуща по забору. В общем, мы начинаем вперед. Груди полсты к рукам. Мы доходим до линии рук, линии ладоней. И начинаем приподниматься и сутуриваться. И назад сутулой спиной. Уходим на пятнички. И уходим вперед. Опять у нас браги. И приподнимаемся с сутуривностью. И в своем демпле. И вниз поршень под забором пролазит. Глубоко, далеко. Вверх. И локти стараемся закрывать вовнутрь. То есть локти наружу не встопыруемые. Это так же, как с коленями. Можно повредить локти таким образом. Поэтому поаккуратнее. И внимания в тело. Чувствуем, как у нас подвижный позвоночник. И внизу у нас здесь вдох. А с выдохом сутуриваются. Вверх. И пол получается. Мы прям грудью чертим. Вот так чертим по полу. Саша, чуть-чуть повыше коленки. И сейчас из верхнего положения начинаем ползти в обратную сторону. Мы впервые начинаем прогибать и грудью опускаться в пол. Отсюда ползем назад. Сутбуемся и сутло спиной идем вперед. И тут прогиб. Прогиб на зону. Ползем под заборчиком назад. Сутбуемся. Ходим в тоненькую руку. И опускаем грудь в пол. И еще несколько движений. Открываем глаза. Внимаем их тело. Спокойно. Дышим. Возгонавливаем все положения. Руки под плечами. Ногами убираемся в пол. Отсюда отказываем собаку. Матернице. Провесим плечом. Спина прямая. Шея и голова расслаблены. Повесим. Распрыгиваемся ногами по шее. Либо расходимся. В носочках может быть опасно. Можно расположиться вдоль побряка. Если там как-нибудь захочется по-моему повернуться. Либо остаемся вот в этом положении. Носочки немного вовнутрь. Если на одной линии, то лучше в шаговном порядке. Станьте, чтобы друг другу не мешать. И провязываем здесь вниз в пол. Руки опускаем в пол. Если так всем рукам комфортно на пол. Сейчас подсгибаем немного ноги в колене. И круговые, такие, даже не круговые, как восьморочки, рисуем тазом. Оживляем козабедренный. Согнать ему коленку просто это проще. Там могут быть такие непривычные ощущения. Коленку вправо, влево. И вот за счет мы коленку ведем и тем самым разворачиваем козабедренный. Плюс на вас на ручки. Саша, вот так вот. Я уже хочу. А. Все. Убираем их движение. И начинаем ползти вперед руками. Как собрать морды вниз, плевкость широко расставлена на ногах. И начинаем повисать здесь в плечах. Грудь и тянемся в пол. Повисаем. И все тазики на пару сантиметров назад. Чтобы тазик вперед был в пол, он должен оставаться как инвентарный пол. По пронодрешен. Аккуратно приподнимаемся. Руки оставляем на полу. Либо у кого там на кирпичах, кто на кирпичах. Руки в заплеск. Мизинчик в мизинчик. И правая рука у нас остается на полу. А левая рука тянется вверх. Скрутка. И опускаем левую руку на полу, к мизинчику. И приподнимаем правую руку здесь скруткой. И стараемся раскрывать полностью грудной отдел. Как будто мы кротик хотим развернуть вверх к потолку. И здесь на каждый вдох и на каждый выдох в своем темпе. И каждый раз руку опускаем чуть-чуть подальше от мизинчика. То есть она у нас получается будет опускаться в противоположной ноге. Все ближе и ближе. В своем темпе можно закрыть глаза. На каждый вдох. Вдох на раскрытие. И сутокливаемся в выдох. И правую руку оставляем на полу. Можно ухватить, либо оставить ее на полу, либо ухватиться за левую ногу. И правую руку и за левую ногу. Это может быть голень, колено, бедро. У кого куда рука опускается, лучше с внешней стороны упватиться. Да, хорошо. И левая рука и перг, потолок. Ты не хочешь упватиться? Да, да. Я думаю, идти. Да, да, все. И левую руку уходим назад. Хватаемся за правое бедро. Подруги. Ага. И здесь такую скруточку мы сами, своими же руками, можно себя за штанину схватить, начинаем накручиваться по собственной оси. И с обдохом раскручиваемся в центр. И левая рука на правую ногу с внешней стороны. Правая рука идет вверх, в потолок. Раскрываемся здесь. И правую руку опускаем на левое бедро. Либо можно просто упватиться за штанину. Вот, левый накид. Вот получается. Ага. И раскручиваемся. Вот, да, да, да. Можно прям за штанину сюда упватить. Хорошо. Хорошо. И возвращаемся в центр. И стопы уводим в сторону. И у нас носочки с коленем смотрят в одну сторону. В ногах сейчас у нас примерно 90 градусов. Он заступает, сумма, как это называют. И руками упираемся в колени и отталкиваемся. Пытаемся руки выпрямить в локтях. И при этом корпус уводим до параллели с полом. То есть у нас вот здесь образуется одна прямая линия. Пробуем. Если прям сильно низко не опускается корпус, то, ну, держим его чуть-чуть повыше. Ладошки, пальчики направлены вниз в пол. Отталкиваемся. И при этом стараемся не зажимать шею. То есть шея и голова в продолжении позвоночника. Не чувствуем там никаких зажимов. Вытягиваемся. И тазом вывисаем пониже. И сейчас руки переводим ненадолго. Намасте перед грудью. И фиксируемся здесь. Ага. И тазики пониже. И отрекем чуть-чуть. Еще больше. И руки возвращаем на колени. Вставляем их немного подсобнутыми. И сейчас будем уходить в скрутку влево. Правой рукой отталкиваемся. И уходим в скрутку влево. Левая рука сначала... Ну, вообще руки сначала могут быть подсобнутыми, а потом мы потихонечку начинаем упрямлять. Пальцы направлены вниз в пол. И скрутимся в другую сторону. И теперь вправо. Отталкиваемся сильными руками от ног. Спокойно дышим здесь. И вытягиваемся чуть глубже. Там могут быть какие-то прокрусты в позвоночнике. С вниманием к ним. Вытягиваем. Возвращаемся в центр. И еще ненадолго теперь руки. Либо оставляем на мосты, либо переводим вперед перед собой. Либо в стороны. Еще тоже вариант. Так, немножечко попроще. Руки вперед. Это самый сложный вариант. Находим для себя удобное положение. На мосты. Руки вперед. В стороны. В стороны. В стороны. И руки упираем в колени. И перекатываемся на правую ногу. Левая нога носочек тянет на себя. Если пока это положение неустойчивое, то ногу можно оставить в сторону. Но все равно стараемся потом в перспективе носочек тянуть на себя. И сейчас будем выполнять перекаты. Мы либо руками себе помогаем, либо руки убираем в намасте и движемся в намасте впереди без рук. Либо руки оставим на ногах, либо на пол, например, вот таким образом. Мы с одной ноги на другую начинаем перекатываться. Либо руки можно оставить на ногах. Таким образом перемещать. Пробуем. Либо на масках вот такое удлиненное. Да, вот и локоточки. Пробуем. И в глубоком положении на курочке пробуем делать на себя. Синктронизация. Пробуем. Еще немного. Возвращаемся в середину. Ноги ставим по шиву. Сейчас можно, в принципе, и вдоль кобра расположиться даже, ну, подстраковать. Потому что сейчас вы будете дальше в шпагат. И удобнее будет, если какая-то из ног остается на чем-то лимфом. И руки убираем в пол. И начинаем потихонечку разъезжаться по перечной шпагате. Находим для себя в глубокое положение. Кирпичики кому-нибудь нужны? Или на руках нормально? Нет. Начинаем вот чуть-чуть разъезжаться. Покачайте сейчас себя вперед, назад. И найдите место, где вот прям более яркие ощущения. Значит, вам там нужно остаться. И прикрывайте глаза. Внимание, направляйте. Забеданный, спокойный вдохе, спокойный выдох. Посидим палочкой. Вот в это положение. Просто, чтобы тоже шла работа. И обратите внимание сейчас на дыхание. И попробуйте вот с выдохом чуть-чуть подальше расползтись ногами. Закрывайте глаза, потому что когда у нас глаза открыты, мы себя ограничим, мы думаем, ну, дальше мы точно сможем. А когда глаза прикрыты, меньше ограничений, мы делаем глубокий вдох. И с выдохом ползаем чуть-чуть дружу. Спокойно вдыхаем. И спокойно выдыхаем. И еще глубокий вдох. И спокойно выдыхаем. Потихонечку начинаем собираться. Любым удобным, доступным способом. И садимся. Ноги широко. Лучше расположиться вдоль полка, чтобы колени были не жесткие. Пока у нас ноги растянуты. Еще дальше здесь проработаем. Руками упираемся в пол. Зад на ногах где-то в 90 градусов к углу. И тоже покатайте себя вперед, назад найдите глубокое положение, где у нас есть выдвижение в коленях, есть колени. Лучше вдоль кодрика. Просто я вырезаю, колени не будет более. Тоже покачайте себя вперед, назад найдите более яркое ощущение и в нем остановитесь. И в этом положении остаемся на прямых, либо на согнутых руках. И начинаем по очереди приподнимать сначала одну ногу, потом другую. Можно помогать себя руками, если сами ноги пока что не приподнимаются. И спокойно. Такое направление, как будто мы хотим уложить на пол переднюю порядок из бедра. И сейчас приподнимите только правую ногу, начинаем ее тянуть на себя и подхватить ее правой рукой. Лучше с внутренней стороны, для пяточков. Ага. И одним постоянным движением аккуратненько тянем ее вперед на себя. Так. Ослабляем это положение. Кто не захватывает, кто просто ногу приподнимаем и держим. И левую ногу на себя. И подхватываем на космотивной стороны. Немного раскрываем левую к забеду. И опускаем. Носочек тянет поближе к себе. Собираем. И опускаем таз мимо пяточков. Колени направлены в сторону. Она прямая. Если это положение прям совсем не комфортно, можно просто вот в обычные ноги скрестно сесть. И остаемся в этом положении. Правая рука на левое колено. Левая рука сзади. И начинаем уходить в небольшую кругу. Здесь делаем глубокий вдох. И с выдохом уходим чуть-чуть глубже. У кого сколько глубокий, левую руку опускаем на правое ведро. И стараемся назад не заваливаться. Ага. Да. Хорошо. Макошка тянется вверх. Потолок. И с каждым выдохом чуть-чуть глубже делаем глубокий вдох. И с выдохом скручиваемся чуть-чуть глубже. И раскручиваемся в центр. И левая рука у нас идет на правую ногу. Правую руку сзади. Начинаем уходить в кругу. Глубокий вдох. И с выдохом уходим чуть-чуть глубже. И правая рука на левое ведро. Спокойные вдохи. И спокойные выдохи. И раскручиваемся в центр. Распределяем ноги. И ноги переводим вперед. Ноги где-то на ширине органов. И чуть-чуть шире. И левая нога у нас остается в этом положении. А правую ногу закрываем. Опускаем колено во ногу. Приподнимаем. И другую ногу. Такие могут быть непривычные ощущения в том, что забеременном. Но мы после шпагата компенсируем. Уделяем шпагат, где делать, если тянет тихо. Три подхода. Минутки по три. Перед этим разогреться. Сейчас еще ненадолго зайдем. Прикоснемся. Убираем эти движения. Приподнимаемся. И давайте сейчас ненадолго. Ноги вместе. Руки вдоль тела. Ладошки направлены в сторону лица. Тадасана. Положение горы, поза горы. Макушка тянется вверх. Потолок. И годицы поджаты. Тело плотно. Твердые ноги отталкиваются от пола. Мы такие монументальные. Сильные. Внимание в тело. Прислушайтесь к своим позаведренным. К ощущениям их. Движения ослабляем. Нанесаем по шиве. Второй выход. Шпагатом. Самоконасами. Самоконасами. Скажи, какая сусонка? Нас жалеет. О чем? Начинаем потихонечку расползаться в сторону. Можно опустить шок. Тоже немного углубиться в этом положении. Поможет сначала на пяточки перейти. И носочки тянуть на себя. Можно попробовать сначала одну. Одну оставить внизу. А одну на пятку длиться. Потом другую. Но это такой немного насильственный метод. В плане того, что нога еще дальше начинает ползти. Поэтому лучше сначала одну, потом другую. И тоже покачайте себя вперед-назад. Найдите более яркие ощущения. И остановитесь в ночь. Прикрываем глаза. Внимание оставляем в тени. Спокойные вдохи. Спокойные выдохи. И сделайте. Давайте все вместе. Сейчас делаем несколько глубоких токов и выдохов. И с выдохом расползаемся чуть-чуть глубже. Хотя бы на пару миллиметров. Хотя бы на медленно. И еще один глубокий токов. И с выдохом чуть-чуть глубже. И еще один вдох. И с выдохом чуть-чуть глубже. И потихонечку начинаем возвращаться. Любым, доступным способом. Аккуратно сажаем. Садимся на пол. Ныне тоже пошеве. Сейчас несколько сделаем закрывающих движений. Чем ближе к корпусу вперед, тем более яркие ощущения. Забеждаем. Здесь практически нет. Если назад-говорим. Левая нога прямая. Носочек тремя на себя. Правую ногу слева от правого колена. Либо кому-то и здесь удобно. И дальше идти не хочется. У кого более подвижно к тазобедру, можно левую ногу согнуть. Все по колене. И пятушка поближе к правой ягодице. И правая рука у нас оборная. Левой рукой мы начинаем отталкиваться от правого бедра. И уходим здесь в кружку. Левым локтем отталкиваемся от правого колена. Левой рукой отталкиваемся от правого колена. Ладошка направо на сторону лица. И с сильной рукой здесь уходим с кружки. И у кого здесь глубокое положение, можно левой рукой занырнуть под правое колено. И уйти в захват. Но это если подвижные плечи. И такое направление, что мы больше левый рукой попадаемся, получается, за правую. В направлении локтя правого. И стараемся тоже здесь раскрывать плечи. Макушки тянем вверх к долу. Нужно расправлять плечи дальше. Я сразу выворачиваю друг друга. Понятно, это позвоночник. У тебя спортики глубокие, но в то же самое время нужно еще и вытягивать макушкой, постоянно тянуться вверх. Вдохаем. Хорошо. И обратно раскручиваемся в центр. Управляем ноги. И правая нога прямая, левая справа от правого колена. И левую ногу сгибаем, либо оставляем прямой. И левая рука отталкивается сзади от пола, а правой рукой отталкиваемся от левого колена, от левого бедра. И здесь уходим с рукой, ладошка направлена в сторону лица. Либо подныриваем правой рукой, хватаемся за левую кисть, либо за левое запястье. Но такое направление, что у нас именно правая рука хватается за левую. Может так получилось, что в одну сторону получилось скрутка, а в другой нет. Это тоже нормально. Или наоборот. На друге получилось, но это получилось. И макушкой тянемся вверх, в католок. Это нормально. Поначалу, особенно когда мало работы с телом, макушка почему-то бывает у чести людей, она где-то на подбородке. Хорошо. И аккуратно раскручиваемся. И наоборот ставим пошире. И прямо на вид самое широкое для себя положение. Можно вдоль комнаты расположиться. И одна рука либо правая, либо левая впереди. Сейчас немного еще поработаем с тазобедренным. Сейчас скатаем область промежности. Мы начинаем вперед на католок, чтобы молоковую почву катиналку положить. И назад на копчик. И в свое время. Оживляем наш тазобедренный. Но удобнее либо правую, либо левую, либо обе руки впереди. Найдите для себя удобное положение. Наша задача оживить область тазобедренного. Оживить вот именно у нас тазобедренный. Он должен свободно кататься вперед-назад. В принципе, для нашего здоровья полезно. Для женского сургана. И убираем это движение. И сейчас руки оставляем либо перед собой, либо на коленях. Лихо в намасте. Либо сзади еще может быть. У каждого в свое положение. И начинаем животом ползти вперед. Как будто мы круги рисуем животом на полу. У каждого здесь свое положение. Колени, носочки продолжаем тянуть на себя. Страхуем коленки. Если под коленем очень сильно тянется, можно коленку немного подсогнуть. И тем самым мы чуть-чуть глубже уйдем. Я думаю, что попробую чуть-чуть подсогнили коленки. И попробую, вот, живот будет чуть-чуть глубже здесь уйдем. Такой, найдите где-то золотую середину между согнутыми ногами и спиной. И животом, который в первую сторону. И выбираем это движение. И сейчас мы либо просто руками начинаем ползти вперед, стараясь уйти в наклон. Либо у кого глубокие положения, кто-нибудь будет рисковать? Вот, кстати, Ксюша, мне кажется, ты можешь попробовать. Руки перевести назад в замочек. И проворачивая через большие пальцы, тяни живот вперед. И прям найди здесь глубокое для себя положение. И в нем расцепляй замок и переводи руки вперед. Носочки тянем на себя. Задняя поверхность бедра, она прям больше всего мешает. Задняя поверхность бедра, она прям больше всего мешает. Ноги опять поближе к себе. Сейчас давайте на другую палочку. Наши следующие здесь пятки поближе к промежности. И раскрываем стопы как нишку. Чем больше у нас раскрыты стопы, тем глубже у нас опустятся бедра. И начинаем сейчас работать с раскрытием тазобеды. Одним постоянным движением. И начинаем либо вперед животом идти, либо, если в центре здесь хватает ощущения, начинаем чуть-чуть раскрывать стопы. Закрываем глаза. И еще можно локтями немного раздвигать бедра в сторону. Спокойно дышим. Спокойно вдохи, спокойно выдохи. С каждым выдохом еще чуть-чуть глубже. Приподнимаемся, ослабляем это положение. Ноги на ширине коврика. Несколько скрывающих движений. Держимся на праведный на живом. Больше в этом направлении не будем. Левая рука лежит на полу. Правой рукой мы начинаем отталкиваться. Левое плечо остается на полу. И мы накручиваемся на левую руку. Пытаясь таз опустить на пол. Стопы упираются от пола, колени согнуты. И таз можно еще поближе включать в левую сторону. Таз, надо, да. Вот сюда еще. Да, да, да. Да, да. Так, на тазобедренное опускается на пол. Бедра опускаются на пол, колени согнуты. Посмотри, вот сюда на пол. Посмотри. То есть у нас вот эта часть остается. Бедра опускаем, таз опускаем на пол. И колени согнуты. Сейчас всех отстроим. Первое положение всегда подольше. Потому что нужно всех отстроить. Стопой, например, упираясь в пол. Самое положение. Ага. И задача вот таз еще вот в эту сторону вести. И шерсть здесь держим на весу. И вот этой рукой. И левой рукой стараемся увести ее назад. И накрыть... Ой, сейчас. Правой рукой уводим ее назад. Стараемся накрыть левую руку. Либо оставляем за спиной. Ага. Ты так, да? Я не была просто куда. Я должна... Ааа. Мимо ее рука. Вот. А, вот так. Ага. Но пока можно за спиной. Ага. Для первого раза так хорошо. Ага. А у тебя, мне кажется, на час. Ага. Утой-то уже обхардел. Шея? Нет. Там вообще пережимается это кровь. То есть вот такая боль. Она на облегчение. Потом в дальнейшем. И так старайся опустить. Ага. И с тобой прямо упирайся. Ага. Да, хорошо. То есть пока что так и с тобой. Оставляй. Ага. У нас кофринка близится. Хорошо. 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 И спокойно здесь длиньшим. Ага. Ага. Тут тоже вот с плечами. Мы с ними редко работаем. Поэтому лучше где-то схалтурить и не дожать. Аккуратно перекатываемся на живот. И сейчас можно прям несколько движений или какое-то сделать. Это же видео. И теперь правая рука идет в сторону. 45 градусов вверх. И левой рукой отталкиваемся от пола и накружимся на правую руку. Я сразу буду насоскать. Так. Стопы убираем в пол. Голову держим на весу. Ага. А вот на эту сторону прям все. А, все. Я поняла. Прямо переглубись. Руку повыше, да. Лучше за спину поставь. Я буду спать. Нет? Ага. Попробуй вот так еще вот сюда. Ага. Вот прям. Да. Ага. Ярко должно быть. Прекратите ненадолго глаза. Внимание обратите в тело. И аккуратно начинаем расключиваться на живот. И ненадолго руки вдоль тела. И на левое ухо. Ладошки вверх от потолок. А пяточки вовнутрь, носочки наружу. И покачайте еще стазом здесь. Приятные такие ощущения. И внимание переведите сейчас только в левую руку. Да, такой. Пяточки вовнутрь, носочки наружу. Да, да, да. Такое непривычное сначала ощущение. Но для тазобедренных это очень попадание приятно. И перекатитесь на правую руку. Внимание правую руку. Можно обратить движение тазобедренных. Ноги просто к иной стороне положить пол. И внимание в руки. Пусть здесь круто. И предпринимаемся. И у нас идет влево правая рука. А левая рука сверху правой руки. У нас получается плечо над плечом. И мы начинаем ногами отталкиваться от пола. И грудью и корпусом начинаем давить на плечи. То есть у нас получается, что вес тела сейчас переваливается на плечи. Мы прям сильно-сильно не сдавливаем. И у кого подвижные плечи, руки, можно обнять себя за лопаточки. И также чувствуем, что у нас вес впереди. Мы сейчас выполняем компенсацию после скруток. И расцепляемся. Ослабляем положение. И левая рука у нас внизу. А правая рука идет вверх левый. И вес также переводим вперед на плечи. Немного пережимаем ток крови. Взгляд направлен в пол. Но стараемся не именно крупную клетку держать на руки, а не мягкой шеей. И можно обнять себя за лопатки. И расслабляем положение. И поднимаемся. И ноги с плеской, руки на коленях. Делаем несколько движений. Включаем сначала в одну сторону. Чувствуем, можно закрыть глаза и прям внимание в плечи. Чувствуем, что у нас там пошла какая-то жизнь. Чувствуем, как там кровь стекает. И в другую сторону. И выбираем это движение. И сейчас руки переводим за спину. Под углы такие 90 градусов. Пачки рук направлены в терминтар. Руки вводим подальше. Логоточки стремятся свестись к рукам. Стремимся к стилопатке. Ноги подсожены. И начинаем отползать тазом подальше. Находим глубокое положение для себя. Но при этом руки остаются в этом положении. И в глубоком положении останавливаемся. Упрямляем ноги. Работаем здесь. Можно закрыть глаза. И стремимся к локтам друг к дружке. И больше их в сторону сгиба. То есть стараемся их не выхудеть за счет запястья. Как прям чуть-чуть назад. И провалимся в шейном отделе. Закрываем глаза. И здесь можно заболевать кинуть голову назад. Внимание, плечо. Аккуратно выбираем все задние положения. Садимся. Многи спрессуются на коленях. Несколько движений в плечах. Глаза прикрыты. Вперед. Назад. Сейчас ложимся на спине. Многи оставляем согнутыми. И обнимаем себя от самого лопатки. Ну, ложимся. Таз отрываем от пола. И весь вес направляем в область лопаток. В область всего воротниковой зоны. Шейного отдела. И начинаем лопатками рисовать круги на полу. То есть вес тела у нас весь в плечах. И такой самомассаж очень хороший. Что можно там дома делать. В конце рабочего дня. Также закрываем глаза. Внимание, плечи. Чувствуем там, какие у нас есть зажимы. Они разбиваются, разминаются. И в другую сторону. И убираем это движение. Попускаем таз. И сейчас выполним перевернутые положения. Наша задача компенсировать нас после асан. Это может быть березка. Противопоказания это внутричередное давление и месячное. Если противопоказания нет, то у нас березка. Можно. Все, я поняла. Березка. Трясучка. Очень многие руки поднимают. Мы начинаем трясти. Просто сбрасывается напряжение. И что еще можно сделать? Березка. Трясучка. Мозг. Мозг можно сделать. Да. Но тут даже... В общем, если мозг будешь делать, то можно и поперечник потом съесть. Вот такой денек. Вот. Да, можно выполнить мосты. Можно выполнить березки. Вот. Еще вообще выполняют стойки на руках, но у нас тут помещение не позволяет. Поэтому, если только друг дружке помочь можно. Если вы друг другу делаете. Не делайте. Все. Тогда вообще для первого раза можно сделать рисушку. Всем будет классно. Вот. Это я прям гарантирую. Это просто как лимфодренаж, по-моему, она называется. Вот. То есть мы прям руки, ноги поднимаем. И начинаем риски. Такое. Как будто мы руками, ногами по барабанщику бежим. Бежим, 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 бежим. Все, давай мы с тобой потом сделаем. Хорошо. Ну, все и сделаем. Смотри. И теперь крупная дружба пятками ударяем. По тазу, а руками по груди. И прям резкий выпис. И опять мелкая дрожь. Сбрасываем все напряжение. Руки, ноги могут немного вставать. Это нормально. Водите ноги. Так, девушки в березку. Водите ноги назад за голову. Трясучки. Трясет ногами. Продолжаем. И опять крупные угрозы. Пятки ударяем по тазу. А дрожками по груди. И приподнимаете в березках ноги и в оболочку. А у нас мелкая дрожь. Еще немного. В березках упрямляете ноги. Сейчас давайте все ненадолго приподнимемся в березку. Носочек тягиваем от себя, вверх, в тазу. Ненадолго ноги уводим назад. Стараясь стопы опустить на пол. И сейчас из этого положения мы будем опускаться, ложиться. Мы прям позвонок по позвонку начинаем опускать на пол. Очень аккуратно, не спешим. И когда все опустятся на спину, колени поближе к себе, обнимаем себя за колени. И покатайте себя вправо, влево. Сейчас покатаем себя вперед, назад по правой части спины. То есть не по позвоночнику, а именно по мышцам справа от спины. Вперед, назад. И левая часть спины. Убираем все эти движения. И сейчас у нас шаласана. Наша задача лечь удобно. Руки вдоль тела. Чтобы тело было удобно, походно. Если есть какая-то одежда, носочки. Если вдруг выйти замерзнуть, можно надеть. Можно открыть заплетником, кому нужно. Сейчас я быстро сбегу, там окно закрою. Сейчас выполним три подхода дыхания бралая. Это жужжание черной пчелы. Мы делаем глубокий вдох. И на выдохе мы в область ниже брови посылаем такой звук, как жужжание или мычание этого. И будем выполнять таких пять подходов. Это поможет нам сейчас окончательно успокоить ум. Перед шаласаной. Делаем глубокий вдох. И с выдохом высылаем этот звук. Звук чем громче, тем ярче. Высылаем его умнее. Обращайте внимания. Последний подход. Глаза прикрыты. И внимание в тело. Убедитесь, что телу удобно и комфортно. И оно не будет шевелиться в течение нескольких минут. Почувствуйте, как тело лежит здесь, в этой комнате. Почувствуйте, как тело давит на пол. Почувствуйте, как пол давит на тело. Представьте свое тело в этом пространстве. Почувствуйте. 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 Почувствуйте пальчики левой ноги. Почувствуйте левую стопу, пятку, икроножную мышцу, голень, колено и бедро. Переведите внимание только в правую ногу, почувствуйте пальчики правой ноги, почувствуйте стопу, пятку. Голень, икроножную мышцу, правое колено и бедро. Почувствуйте ягодицы, тяжелые тазобедренные. Переведите внимание только в левую руку. Почувствуйте пальчики левой руки, почувствуйте кисть, запястье. Предплечье, локоть и левое плечо. Переведите внимание только в правую руку. Почувствуйте пальчики правой руки, почувствуйте запястье. Почувствуйте правое предплечье, локоть и плечо. Переведите внимание в живот. Почувствуйте мягкий живот, солнечное сплетение. Грудная клетка. Пройдите внимание по левой части груди и правой части груди. Переведите внимание в спину. Почувствуйте левую лопатку и правую лопатку. Переведите внимание в позвоночник. И пройдите внимание по позвоночнику снизу вверх до самых шейных позвонков. Почувствуйте мягкое горло, расслабленное лицом. Кожа головы полностью расслаблена. Все тело расслабляется, растворяется. И расстегается, как горячий воск по полу. Пройдите внимание по всему телу. И переведите внимание в ту часть тела, которая требует восстановления. И говорите про себя. Мое тело абсолютно здорово. Все тело полностью расслаблено. И отдыхает. Начните еще отдыхание. начиная от двадцати до одного, отговаривая про себя, я вдыхаю двадцатого, я вдыхаю двадцатый раз, я вдыхаю двадцатый раз, я вдыхаюONG Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok